добро здоровиться уважаемые посетители канала для вас я выкладываю целительные силы уникальный труд по самооздоровлению организма для людей самостоятельных для людей серьезных которые хотят заниматься своим здоровьем в частности сейчас я вот выложил методику дыхания по бутейко которую назвал волевая ликвидация глубокого дыхания что можно отметить вот изучая эту методику то что какие-то простые сбои случайные можно так сказать сбои могут приводить к очень серьезным последствиям здоровья человека и зная и понимая причины и механизм этих сбоев можно простейшей коррекции с помощью дыхания избавиться от огромного количества заболеваний бутейкой насчитал 150 последствий от одной причины от глубокого дыхания который вымывает углекислоту если вы по-настоящему хотите освоить науку самооздоровления то конечно рекомендую вам постоянно обращаться к четырехтомнику целительной силы которые я вот озвучивал уже можно к основам здоровья которые выложены бесплатно в моей библиотеке но тем не менее вот просто я сам прохожу повторно который раз и открываю для себя вот все новые глубины понимания процессов происходящих в организме человека которые уже были открыты но благополучно были не то что забыты а намеренно намеренно можно так сказать изъяты для того чтобы какое-то лечение было бесконечным и не приносило того что от него ожидается и такие простые вещи например там с помощью дыхания излечивают последствия 150 заболеваний не буду долго рассказывать перед вами труд серьезный труд его надо прослушать и не один раз если надо прочитать они просто там проматывать на скорости в полтора два раза быстро и что-то там схватить это не рецепты короче это труд и мой вообще канал для тех людей которые хотят серьезно заниматься своим здоровьем и ждут от авторов серьезного отношения к подачи материала метод бутейка константин павлович бутейка отнюдь не случайно открыл свой метод дыхания стечение обстоятельств и хорошая наблюдательность помноженное на знание позволили ему это сделать с успехом бутейка всегда тянула медицины и он после окончания техникума поступил в мединститут во время учебы в мединституте у него появляется злокачественная гипертония в общей форме давление было 220 на 120 головные боли бессонница боли в сердце и многое другое так как он сам тогда занимался проблемами этой болезни то он рассчитал срок своей жизни примерно в полтора года как медик он знал что медикаментозный путь лечения бесполезен за эти полтора года надо было найти что-то нетривиальное что спасло бы жизнь бутейка стал экспериментировать дышал усиленно в полную грудь глубоко в результате головокружение сжимает виски плохо с сердцем слабость когда же он наоборот тормозил дыхание то оживал через несколько минут в ночь с 9 на 10 сентября 1952 года и родилась теория которая затем получила прочное научное обоснование главным стержем этого метода является роль углекислоты в организме а причиной болезни глубокое дыхание вымывающие ее из организма в дальнейшем в лаборатории климатической биологии организованной в сибирском отделении академии наук бутейка с помощью современной аппаратуры снимающий сразу 24 параметра о состоянии человеческого организма детально изучил функционирование больного и здорового организма полученные данные затем были обработаны на эвм и получены математические зависимости между функциями эти исследования показали что увеличение глубины дыхания не ведет к увеличению кислорода в клетках нашего организма а наоборот связи с тем что углекислый газ 25 раз быстрее вымывается из организма чем кислород возникает его дефицит в результате этого ухудшаются условия перехода кислорода от гемоглобина к тканям эффект веригобора и наступает кислородное голодание всего организма изменение внутренней среды клеток из-за вывание углекислоты разлаживают работу 700 ферментов и 20 витаминов в результате нарушается обмен веществ и энергии в организме уменьшение углекислого газа в клетках возбуждает их точнее понижает порох возбудимости это в свою очередь приводит к возбуждению нервной системы со всеми вытекающими отсюда вредными последствиями защитная реакция от потери углекислого газа в организме приводит к спазмам бронхов и сосудов к накоплению слизи в организме исходя из своей обширной практики бутейка утверждает что существует одна болезнь глубокое дыхание зато симптомов у нее 150 от себя добавлю а что приводит к тому что человек начинает глубоко дышать то есть к самому первому этапу вот об этом константин павлович ничего увы не говорит продолжим вот симптомы болезни глубокого дыхания исчезающие в процессе его ликвидации по методу в лгд волевая ликвидация глубокого дыхания 1 нервная система головные боли иногда по типу мигрени головокружение обмороки иногда с эпилептическими судорогами нарушение сна в том числе бессонница плохое засыпание сонливость и другое шум в ушах ухудшение памяти быстрая умственная утомляемость вспыльчивость раздражительность плохая концентрация внимания чувство беспричинного страха апатия ухудшение слуха парастезия то есть включая полную потерю всех видов чувственности чаще конечности вздрагивание во сне тремор тик ухудшение зрения увеличение старческой дальнозоркости различные мелькания в глазах сетка перед глазами и так далее увеличение внутри глазного давления болезненность при движении глаз вверх и в стороны приходящие косоглазия радикулиты и так далее второе вегетативная нервная система кризис типа диэнцефальных и вегетодистонических в том числе потливость зябкость бросание в холод или жар беспричинный озноб неустойчивость температуры тела типа термоневроза и так далее третье эндокринная система признаки гипертиреоза ожирение или истощение иногда по типу эндокринного явление патологического климакса нарушение менструального цикла токсикозы беременности фибромиомы импотенция и так далее четвертое система дыхания спазмы гортони и бронхов то есть приступы астмы отдышка при физической нагрузке и в покое частое глубокое дыхание с участием дополнительной дыхательной мускулатуры отсутствие паузы после выдоха и в покое дыхательная аритмия или периодическое ощущение недостатка воздуха ощущение неполного вдоха ощущение ограниченности подвижности грудной клетки то есть стеснение в грудной клетке боязнь духоты затруднение дыхания через нос и в покое и при небольшой физической нагрузке ринит по типу вазомоторного склонность к простудным заболеваниям в том числе катары дыхательных путей бронхиты гриппы и так далее кашель сухой или с мокротой сухо с во рту или в носоглотке хронический танзелит ларингит гайморит фронтит острая эмфизема легких интерсициальная пневмония бронгоэктазы спонтанный пневмоторакс потеря обоняния боли различного характера в грудной клетке нарушение осанки деформация грудной клетки вздутие надключичных областей то есть эмфизема верхушек легких и так далее 5 сердечно-сосудистая система и система крови тахикардия экстрасистолия пароксизмально тахикардия спазм сосудов конечности мозга сердце почек белок мочи дезуретические явления нектурия и другие похолодание зябкость конечности других областей боли в области сердца стенокардия повышение или понижение артериального давления теле ангиэктазия варикозное расширение вен в том числе геморроидальных ломкость сосудов в том числе кровоточивость десен частые носовые кровотечения и так далее ощущение пульсации различных областей пульсирующие шумы в ушах сосудистые кризы инфаркт миокарда инстульт повышение свертываемости крови тромбы то есть тромбофлебиты уменьшение щелочных резервов крови электролитное нарушение эозинофилия гипер или гипоглобулия изменение в крови уменьшение парциального давления кислорода в артериальной крови начальных стадиях болезни и противоположные изменения в конечных стадиях болезни и так далее шестое система пищеварения понижение повышение извращение аппетита слюно течение или сухость во рту извращение или потеря вкуса спазма пищевода желудка боли в правом подреберье подложечной области и так далее калит запоры поносы дискинезия желчных путей изжога частая отрыжка тошнота рвота метеоризм некоторые формы гастритов и язвенной болезни желудка и 12 перстной кишки и так далее седьмое костно мышечный аппарат мышечная слабость быстрая физическая утомляемость ноющие боли в мышцах судороги мышц чаще ног икроножные мышцы и мышцы стопы поддергивание различных групп мышц усиление или ослабление тонуса мышц атрофея мышц боли в трубчатых костях и так далее восьмое кожа и слизистая сухость кожи ихтиоз пустулезные сыпи икне кожный зуд экзема псориаз склонность грибковым заболеваниям бледность серым оттенком кожи акроцианоз отеки квинки пастозность лица экзематический блефорит синюха и так далее девятое обменное нарушение ожирение истощение липоматоз инфекционные инфильтраты остеофиты и отложение солей в области суставов по типу подагры отложение холестерина на коже чаще на веках тканевая гипоксия скрытые отеки нарушение тканевого обмена по типу аллергических реакций и так далее прежде чем приступать к изложению самой методики в лгд уточним с помощью цифр что представляет собой глубокое дыхание для этого внимательно посмотрим на ниже следующую таблицу выше указанная таблица показывает степи нашего здоровья так если у вас частота пульса равна 60 ударов в минуту частота дыхания восьми автоматическая пауза после выдоха четырем а максимальная пауза 120 секунд значит у вас содержание углекислого газа в альвеолах легких равно 6 и пятидесятым процентам и вы вполне здоровый человек если ваши показатели уходят вверх от состояния нормы вы обладаете более высокими показателями здоровья но если они находятся ниже вы глубоко дышащий человек и ваше здоровье хуже нормального уровня это есть не что иное как состояние предболезни зависимости от того насколько эти показатели уходят вверх или вниз вы сверхвыносливы или больны дыхание здорового человека протекает так вдох выдох автоматическая пауза которая возникает непроизвольно затем процесс повторяется снова вся методика бутейка сводится к тому чтобы вернуть больному глубоко дышащему человеку эту автоматическую паузу как показала практика автоматическая пауза восстанавливается после трех лет регулярных тренировок причем контролировать ее нужно постоянно тогда успех обеспечен тренировка по данному методу производится так нужно удобно сесть спина должна быть прямой потянуть вверх шею руки положить свободно на колени но чтобы они не соприкасались теперь необходимо максимально расслабиться успокоить дыхание и пульс при расслаблении особенно проконтролируйте расслабление плеч рук особенно изгибы руки и кисти лицо особенно мышцы вокруг глаз и лоб ноги особенно ступни мышцы грудной клетки живота и диафрагмы если у вас сильно напрягается спина во время занятий то прислонить ее к спинке стула но держите ровной теперь замерьте частоту своего пульса частоту дыхания и контрольную паузу еще раз укажу что контрольную паузу то есть задержку дыхания после обычного выдоха держать до первой трудности если вы будете ее передерживать то получите неправильные исходные данные так если ваша контрольная пауза кп 15 секунд а норма 60 секунд то 60 разделенные на 15 равняется четырем это показывает что при каждом вдохе вы вдыхаете в четыре раза больше воздуха чем нужно все эти замеры запишите в тетрадь и в дальнейшем по ней будете сверяться о ходе тренировочного процесса ввиду того что бутейка абсолютно не учитывает энергетического аспекта дыхания и все сводится к вымыванию углекислоты из организма получается такие словесные обороты не отражающие истинную суть дыхания стрельникова учитывает только энергетический аспект вообще не вдаваясь в физиологию и роль углекислоты поэтому автор то бишь я излагая методики максимально приближена к оригиналу использую их мысли то есть мысли авторов этих методик которые не отражают действительность но вы должны об этом знать это мое замечание и так приняв нужное положение начинайте постепенно уменьшать глубину дыхания сводя ее на нет при этом должна ощущаться легкая нехватка воздуха внешне дыхание должно стать незаметным уменьшение глубины дыхания способствует поднятие глаз вверх подбородок не поднимать и слегка надутые губы существует множество инструкций по применению метода в лгд которых даются различные варианты тренировок поэтому я сошлюсь на официальный источник журнал природа и человек номер 5 за 1989 год которым помещена статья константина павловича бутейка очищение дыханием и я пошел цитировать эту статью уменьшать глубину дыхания нужно 6 раз в сутки в 0 4 8 12 16 и 20 часов причем два цикла в ночные часы каждом цикле пять попыток и тренироваться лучше так чтобы в районе 5 минуты вы уже не могли дышать в выбранном режиме дальше время попыток увеличивается до 10 минут освою такой ритм нужно переходить ко второй степени и опять стараться еще больше уменьшить глубину дыхания и дышать в новом ритме сперва до 5 а затем до 10 минут таких степеней уменьшение дыхания несколько переходить от одной к другой можно лишь тогда когда полностью освоишь предыдущий режим и вернуться к прежнему дыханию невозможно цитата кончено и так вы в течение пяти минут а в дальнейшем 10 уменьшали глубину дыхания теперь измерьте кп контрольную паузу это и есть одна попытка далее вы уменьшаете глубину дыхания снова в течение пяти минут и делаете контрольную паузу это вторая попытка и так до пяти попыток этим ограничивается первый цикл упражнений которые продолжаются пять попыток по пять минут плюс время затрачено на кп то есть контрольную паузу и того время одного занятия будет равняться 30 минутам в случае пятиминутной попытки и около часа случае десяти минутной попытки закончив такое занятие вы замеряете в конце чп и чд частоту пульса и частоту дыхания каждый цикл то есть занятие выглядит так первый цикл ноль часу чп равняется чд равняется кп то есть данные в начале занятия частота пульса частота дыхание контрольная пауза далее т1 равняется кп 1 равняется при этом т1 это время попытки равна пяти или десяти минутам а кп 1 контрольная пауза после нее т2 контрольная пауза 2 т3 контрольная пауза 3 т4 кп 4 т5 кп 5 теперь еще раз замерьте чп и чд частоту пульса и частоту дыхания второй цикл тренировка вы проводите в 4 часа утра и все повторяется снова суточные упражнения заканчиваются расчетом среднего арифметического из замеренных за сутки 36 кп контрольных пауз эту цифру также заносят в тетрадь и затем по ним смотрят динамику тренировочного процесса критерии правильности проведения тренировки следующие легкая нехватка воздуха в начале занятия пятиминутной попытки переходящие в очень сильную уже не могли дышать выбранном режиме ощущение теплоты с переходом в испарину и даже под рост кп контрольной паузы от одной попытки к другой от одного дня к другому в самом начале занятий кп может увеличиваться очень медленно или даже стоять на месте это значит что углекислый газ накопленный во время попытки тут же используется организмом а для накопления его в крови еще недостаточно поэтому не думайте что вы неправильно поступаете продолжайте тренироваться и кп начнет потихоньку расти такой программы необходимо придерживаться пока не дойдете до легкой задержки равной 60 секундам после этого можно заниматься два раза в день в течение одного года занятия проводить часовые утром после подъема и вечером перед ужином после этого переходите на одно занятие по часу которое выполняете перед ужином а утром только проверяете кп контрольную паузу которая должна быть не ниже 60 секунд через полгода год прекратите занятия а можете продолжать и делаете две вещи проверяете утром кп чтоб она была не ниже 60 секунд и выполняете легкие физические упражнения которые способствовали бы накоплению углекислоты в организме если кп по утром у вас начинает падать обязательно найдите причину и ликвидируйте ее если кп по-прежнему падает обратно приступайте к занятиям по всем выше указанным правилам увеличению глубины дыхания то есть падению контрольной паузы способствует хронические танзелиты холестициты аппендициты бронхиты пневмония все что имеет много кофеина кофе какао чай шоколадные конфеты антибиотики спазмолитики и другие подобные лекарства алкоголь никотин наркотики гиподинамия то есть малоподвижный образ жизни жаркая погода чрезмерное увлечение парной и другими горячими процедурами отрицательные эмоции положение глаз вниз обильное и смешанное питание белковые продукты мясо всех видов рыба яйца молочные продукты а также цитрусовые и дрожжевой хлеб накопление углекислого газа в организме идет ступенчато образно каждые 5-7 дней но при этом у всех строго индивидуально когда контрольная пауза увеличивается на несколько секунд это и есть ступени дыхания во время которых она уменьшается по глубине а количество углекислого газа в организме возрастает такие перестройки в организме проявляется в виде очистительных кризисов по бутейка ломки по наблюдениям бутейка должно произойти 8 ломок во время ломок можно определить пораженные органы и системы чем больше они поражены тем острее пройдет ломка самая тяжелая первая ломка возникает из-за того что первой восстанавливается кислотно-щелочная равновесие крови это мощный очистительный кризис последующие ломки будут слабее и слабее одна ломка может продолжаться от 3 до 6 недель в зависимости от степени поражения организма чем раньше начнется ломка тем последующие будут слабее чтобы ломка началась быстрее можно подержать ноги в холодной воде во время ломок могут отозваться места которые давно зажили например ожоги с детства места ранений и так далее помните без ломок не будет выздоровления шестимесячная ломка обязательно если хорошо идет набор контрольной паузы преддверии ломки и признаки самой ломки первое плохой сон и болезненно хочется спать второе раздражительность третье плаксивость четвертое падает аппетит пятое обостряются все хронические заболевания шестое появляется в боли пораженных ранних местах ожоги порезы ранений и так далее седьмое головная боль восьмое понос как же без него то девятое увеличивается мочеиспускание десятое появляется кровь с мокротой или слизь из носа и десен одиннадцатое перед началом ломки и легче чем раньше происходит задержка дыхания растет кп кп контрольная пауза двенадцатая могут быть галлюцинации тринадцатая судороги четырнадцатая изжога тошнота иногда рвота пятнадцатая зуд кожи шестнадцатая крапивница семнадцатая экзема восемнадцатая аллергический насморк девятнадцатая снижение трудоспособности двадцатая боли в сердце двадцать первое шум в голове головокружение головные боли двадцать второе одышка кашель двадцать третье сильно мерзнут ноги а также ряд других симптомов в зависимости от поражения организма по признакам ломки можно судить какие органы и системы организма поражены если нарушен сон появляются головные боли раздражительность плаксивость и так далее сильно поражена нервная система тошнота изжога рвота больная печень галлюцинации бывают при пораженной психике судороги указывают на недостаток витаминов группы b кашель хронический бронхит боли в сердце шум в ушах шум в голове одышкой так далее поражена сердечно-сосудистая система если мерзнут ноги поражены кровеносные сосуды ног если обостряется астма поражены бронхи и легкие ниже следующие советы константина павловича бутейка помогут вам нормально преодолеть ломки не боятся ничего все пройдет и ничего не случится плохого например многие больные бывают в панике при виде черных зловонных запекшихся кусков мокроты это очищаются бронхи или не могут уснуть нет аппетита плачут не найдут себе место и так далее пройдет ломка и все нормализуется как только вы обнаружите что у вас начинается ломка то есть кроме вышеперечисленных обстоятельств обострений у вас начнет падать кп поэтому принимайте сразу меры по ее сохранению а прибавьте еще одну попытку занятия б если очень сильно даются задержки парьте ноги во время занятий но не перегревайтесь до пота можно пить по 200 250 граммов горячей воды в течение 10-15 минут а затем через 15-20 минут начинать заниматься можно принимать и горячую ванну вымыть голову горячей водой ставить горчичники на грудь растереть грудь теплыми руками особенно во время кашля если у вас сильная ломка и вы приняли все меры и все равно не можете выдержать ранее взятых кп не волнуйтесь включите еще одно-два занятия сверх нормы целью усиленного накопления углекислого газа и кислорода в организме если не хочется есть не насилуйте себя но пейте побольше для вымывания шлаков во время ломок строго соблюдайте принципы правильного питания и полностью исключите белковые продукты цитрусовые и дрожжевой хлеб а также продукты содержащие кофеин во время ломок особенно страшен кашель это обостряется бронхит старайтесь унять его любой ценой третий переносицу растирайте грудь теплой рукой ставьте горчичники и так далее больше двигайтесь на свежем воздухе но не спите и не лежите если станет невмоготу то засните на 30 35 минут затем снова будьте в движении и регулярно выполняйте тренировочное дыхание во время занятий по методу бутейка ощущается недостаток калия кальция и натрия в организме их необходимо восполнять пищей содержащей повышенном количестве эти микроэлементы такие продукты потребляйте в течение 10 дней а затем сделайте перерыв на этот же срок и наоборот когда появляется в организме избыток калия наступает насморк на один-два дня прекратите принимать калийные продукты это как правило сладкие фрукты и овощи бутейка блестяще воплотил заветы древнейших мудрецов прежде чем лечить другого исцелись сам прежде чем предложить что-либо другому испытай на себе кстати этими занимаюсь знания добытые им весьма пригодятся особенно в практическом плане тем людям которые будут практиковать и другие способы дыхательной тренировки заключение два примера лечения с помощью в лгд волевой ликвидации глубокого дыхания который описывает своей практике сам бутейка пример первый больной с 40 лет инженер механик прошлом мастер спорта по конькам госпитализирован скорой помощью 8 июня 1980 года с диагнозом атопическая бронхиальная астма тяжелая форма приступный период астматический статус сердечно-легочная недостаточность второй-третьей степени гормонально зависимый полиаллергия к запахам лекарству то есть седуксену горликону и так далее жалобы на астматическое состояние на фоне которого преимущественно в ночное время и от малейшей физической на русский возникают 10-15 тяжелейших приступов у души сильный кашень с трудно отделяемой мокротой одышка в покое потливость слабость сердцебиение плохой сон метеолобильность чувство страха раздражительность болен с апреля 1976 года во время заболевания гриппом ввели внутривенно полилюкин после чего развился первый тяжелый приступ у души состояние астматического статуса держится два месяца с первых дней заболевания принимал преднизолон до 60 миллиграммов гидрокортизон 300 миллиграммов затем поликарталон 32 миллиграммов в сутки 12 августа 1976 года была проведена операция корней левого легкого после чего состояние ухудшилось с 13 сентября по 30 декабря 1976 года находился в аллергическом отделении областной больницы города Новосибирска с диагнозом узелковый периартрит подострое прогрессирующее течение с синдромами бронхиальной астмы плеврита коронартрита и очаговыми изменениями в миокарде нефрита полиневрита поражение желудочно-кишечного тракта кахексия в больнице был переведен на инвалидность второй группы а затем первой группы последующим больной 15 раз лечился в стационарах без должного эффекта как говорится комментарии излишним лечить будем специфическое обследование и лечение у аллерголога не проводилось из-за тяжелого общего состояния последнее обследование началось 4 июня 1980 года когда для снятия приступа удушья до 6 раз в сутки вызывали скорую помощь был госпитализирован в осматическом состоянии 11 июня 1980 года кроме массивной терапии бронхолитики сердечные гормоны седативные больной бесконтрольно за ночь использовал два полных ингалятора с астмопентом и новодрином состояние значительно ухудшилось и была вызвана реанимационная бригада ну что поделаешь лечим вот так вот идет лечение несмотря на реанимационные меры полностью снять осматическое состояние не удалось 12 июня 1980 года к больному был применен способ ВЛГД волевой ликвидации глубокого дыхания все медикаментозные средства кроме преднизолона были отменены доза преднизолона регулярно употребляемая больным последние три с половиной года это 35 миллиграммов в сутки была снижена в два раза в момент осмотра состояние больного было тяжелым выраженная отдышка покоя с участием дополнительной дыхательной мускулатуры больной занимал вынужденное положение дышал шумно ртом цианоз губ грудная клетка расширена в нижних отделах фиксированная на вдохе частота дыхания 32 в минуту кп 2-3 секунды способ ВЛГД усвоил с первого объяснения и через две-три минуты кашель и приступ удушья купировались уменьшилось сердцебиение улучшилось общее состояние вот что значит правильный подход сразу была проведена вентиляционная проба глубокое дыхание 12 вдохов за 30-40 секунд вызвало кашель и приступ удушья дрожь в теле сердцебиение которые исчезали за две-три минуты при повторном применении способа ВЛГД таким образом проба оказалась положительной и специфичной и подтвердила зависимость бронхоспазма кашля и сердцебиение от гипервентиляции в дальнейшем больной научился самостоятельно снимать приступы кашля и удушья приступы прекратились с первого дня устранение гипервентиляции и необходимость в медикаментозной терапии полностью отпала полностью отпала а до этого пытались только медикаментами и вернуть нормальное состояние но это же не тот путь сниженные дожды преднизолона были временно сохранены впервые за несколько последних месяцев больной стал значительно активнее свободно ходил по коридору и поднимался по лестнице на третий этаж на второй день занятий когда уровень co2 повысился с 24 и 4 десятых до 31 и 5 десятых миллиметров ступного столба а контрольная пауза увеличилась 3 до 12 секунд отмечались симптомы реакции выздоровления головная боль повышение температуры до 39 градусов которая держалась в течение четырех часов это сопровождалось выделение обильной мокроты до 150 миллилитров в виде слизи пробок тяжи мокрота отходила легко без напряжения уменьшился аппетит усилилась жажда и выделение горькой вязкой слюны запахом применяемых ранее лекарств участились мочеиспускание и стул эти явления продолжались в течение суток после чего состояние улучшилось нормализовались сон аппетит исчезли сердцебиение одышка кашель слабость на восьмой день когда уровень co2 повысился с 31 и 50 до 37 и 50 миллиметров ртутного столба а кп увеличилась до 20 30 секунд отмечалась повторная реакция очищения болезненность в мышцах повторно отходило много мокроты проявления реакции были менее продолжительными чем первый раз выписан из отделения на 10 день госпитализации со значительным улучшением физически активен трудоспособен последующий период наблюдения более полутора лет отмечались редкие обострения бронхиальной астмы связанные с прекращением контроля за дыханием и поездкой на южный берег крыма пример 2 больной ше 6 лет поступил на амбулаторное лечение способом в лгд 19 ноября 1980 года с диагнозом атоническая бронхиальная астма тяжелая форма астматический статус легочная сердечная недостаточность вазомоторная ринопатия полиаллергия жалобы на постоянное астматическое состояние на фоне которого преимущественно в ночное время и после малейшей нагрузки возникают 6-7 тяжелых приступов у души в сутки сильный кашек с трудно отделяемой мокротой иногда доходящий до рвоты одышка при физической нагрузке насморк потливость зябкость слабость плохой сон раздражительность плаксивость кожный зуд запоры болен с трехмесячного возраста когда внезапно начались тяжелые приступы у души и астматическое состояние продолжающиеся несколько суток и недель за 6 лет жизни 18 раз находился на стационарном лечении специализированных отделениях из них пять раз в реанимационном отделении вот оно лечение современной медицины проведено 10 бронхоскопии во время последней бронхоскопии после второтанного наркоза больной впал в крайне тяжелое состояние и переведен на управляемое дыхание весь 1979 год находился на стационарном лечении проводимая терапия в том числе и гормонально не дала стойкого эффекта и ремиссии для купирования приступов кроме обычной терапии больной бесконтрольно пользовался четырьмя ингаляторами каждые 15-20 минут наводрин эуспирин алупент сальбутамол отмечается непереносимость к интерферону альбуциду фторотану гостиничной пыли запаху ели винограду яблоком помидором с ари треске и другим продуктом в момент осмотра состояние средней тяжести дышал шумно ртом с участием вспомогательной мускулатуры грудная клетка расширена особенно в нижних отделах по всем легочным полям масса сухих и влажных хрипов частота дыхания 30 минуту кп 3 секунды частота пульса 118 ударов в минуту тахикардия тонны заглушенная способ в лгд усвоил сразу и через 10-15 минут снял астматическое состояние но что это за лечение было проведено которое не дало результата и вот 10-15 минут сняли астматическое состояние о чем это говорит о том что совершенно не понимает современная медицина и не разбирается что надо делать но продолжим глубокое дыхание 12 вдохов за 39 40 секунд вызвала кашель заложенность носа приступ удушья усиление сердцебиения вызванные гипервентиляции симптомы исчезли за 5-7 минут при повторном уменьшении дыхания таким образом проба была положительной и специфической и подтвердила зависимость бронхоспазма кашля заложенного носа сердцебиение от гипервентиляции с первого дня ребенок самостоятельно научился купировать приступы кашля снимать насморк приступы стали реже один-два раза в сутки и легче значительно сократился прием лекарств на шестой день прекратились приступы удушья и полностью отпала необходимость в медикаментозной терапии больной стал значительно активнее впервые в жизни свободно ходил по комнате поднимался по лестнице на третий этаж гулял на улице на шестой день лечения когда кп увеличилась с 3 до 9 10 секунд а уровень c2 в альвеолах повысился с 37 и 3 до 31 и 8 миллиметров хтутного столба отмечалась реакция выздоровления в виде слабости головной боли уменьшение аппетита выделение горькой вязкой слюны с запахом рвота учащение мочеиспускания и стула с кашлем обильно отходила густая вязкая мокрота эти явления продолжались течение суток в дополнительной терапии больной не нуждался состояние улучшилось нормализовался сон аппетит исчезли отдышка потлевая слабость на 14 день лечения когда уровень c2 повысился с 31 до 35 и 6 десятых миллиметров хтутного столба и кп увеличилась до 20 секунд отмечалась вторая реакция выздоровления появилась болезненность в мышцах всего тела обильное выделение износа температура 37 6 тире 39 и 7 вновь отходила обильно мокрота эти симптомы держались около семи дней при достижении контрольной паузы 30 тире 40 секунд исчезли клинические проявления аллергии в том числе и на запахе впервые за 6 лет жизни ребенка в доме была установлена елка запах который он ранее не переносил после лечения гулял в любую погоду по несколько часов в день принимал водные процедуры под наблюдением 4 года за это время обострение бронхиальной астмы аллергических реакций и простудных заболеваний не отмечалось улучшилось общее состояние полностью исчезли приступы удушья астма астма Продолжение следует...